Здравствуйте, друзья! С вами Декарт и это пятый финальный эпизод Life is Strange. Так как он без русификатора, Толмач, Тим еще ничего не сделали. Я, во-первых, да, я что сделал? Я пропустил все эти краткие события прошлых эпизодов. Так уж вышло, я ее загружал. Оно прошло, потом я вышел из игры и теперь мне, видимо, игра засчитывает, как будто я это уже смотрел. Ну, короче говоря, кратких событий прошлых эпизодов в стиле Санта-Барбары не будет. Погружаемся прямо сразу. Итак, Square Enix, мать их, так. А, подожди, это издатели. Те, кто ее зафигачил, эту игру, они, по-моему, называются Don't Not Entertainment. Я хотел сказать, кудесники Square Enix. Ну, Square Enix это как Square Enix, а вот Don't Not Entertainment реально молодцы. Зафигачили игрушку с очень грамотно проработанными персонажами и интересным сюжетом. И при том, что, казалось бы, специфика, проблема маленьких девочек в школе не совсем моя тема, играется очень и очень круто. Don't Not Entertainment, мать их, вот они. Кстати, кстати говоря, эти чуваки еще там фигачат какую-то новую игрушку под названием Vampyr. Или как-то... Ну, а так пишется, что, скорее всего, именно так это и произносится. Меня трейлер очень заинтересовал. Надо будет потом посмотреть, что это такое. Если я хочу запуститься на моем жилете древнем. Life is Strange, эпизод пятый Polarized. Polarized. Да, да, я же сейчас буду практиковаться. Перевод от толмачей-то еще не вышел, поэтому я сейчас буду практиковаться в потрясающем английском языке. Заранее предупреждаю, что навряд ли тут будет переведена каждая, блин, прям мелочь вообще прям в точности. Я все-таки не Володарский, не Гоблин, мать его, поэтому уж как получится. Но суть будет передана. Это я стопроцентно уверен, потому что в четвертом эпизоде я, в принципе, все понял, кроме, может, каких-то не особо важных деталей для сюжета. Таких, как там слово канцелярские товары, я, по-моему, перевел как-то совершенно по-идиотски. Типа отношения там человека к человеку, я так, по-моему, перевел слово канцелярские товары. Стэйшны, это еще было самой первой серии четвертого эпизода. Ну, я понял уже, да, мы в плену этого сраного очкастого бородатого гондона. Где он? А, игра началась, что ли? Я могу что-то делать или как? А, все, игра-то началась, я могу вот... Нифига себе. Мы сейчас будем в роли жертвы-маньяка. Хлоя? Все, забудь, Хлою. Что? Как? Где? Проявочная. Ну да, попала ты, Макс, что тут скажешь. Сейчас он вспомнит, что у тебя мужское имя Макс и заставит тебя одеваться в мужскую одежду. Тут кто-нибудь есть? Пожалуйста, помогите. Вот, это очень похоже прям на девчачий тонкий голос, какой я молодец. Так, детач. Сырендж. Сырендж это шприц. Ну-ка, давай посмотрим на шприц. Оп. Господи. Ничего не помню. Что произошло? Давай поп... Это должно быть тот же наркотик, который Нейтан использовал на кей. Да может, Нейтан ничего еще не... А, ну в принципе, да, наркотик-то он ей все-таки дал. Смотреть. О, дерьмо. Это я. Он снял этот снимок в прошлой ночи. Слушай, ты как под таким сраным углом что-то видишь? Я вообще нихера не понимаю, кто-то, что там, да еще. Ладно. Смотреть на трофей какой-то? Я могла придвинуть его к себе. Так, хорошо. Райт фут. Погоди, райт фут. А как мне? Ди тач. Давай-ка дитачить. Ди тач по полной. Вот молодец, Макс. А Джефферсон завязывать хрена не умеет людей. Наконец-то я свободна. Почти. Тянуть. Давай, тяни. Да. Вот это, блин, Джефферсон молодец, конечно. Может, он специально это все задумал, чтобы мы почувствовали свою безнаказанность? Потому что кто так, блин, держит людей в плену? Не могу смотреть на себя в таком состоянии. Джефферсон, ты за это заплатишь. О, давай на шприц посмотрим. А, да-да-да, это я уже делал. Ну и что ты хочешь тогда от меня, Кейт? Блин! Твою мать! Вот это неожиданный поворот! А надо... Ты давно тут лежишь, девочка, как бы? Ты хоть подавала бы какие-нибудь признаки жизни, я не знаю. Ни дыхания там, ничего. Спик! Давай-ка спик с ней. Виктория! Проснись! Проснись! Да, ну она, по крайней мере, живая. Он что-то хрюкает. Нормально. Смотреть. О, черт. Я еще на Викторию похитил. Как же это плохо. Да ты знаешь, я бы не сказал, хоть не так одиноко. Вон, с кем-то можно будет поговорить. Ну и что? А, левой клавишей мыши сфокусироваться на фото. Блин, ну давай. Я обещал, что никогда не буду возвращаться так во времени. Но это единственный способ. О, нет! Нет! Нет, только не это, блядь. Вот нельзя было никак лучше начать финальный-то эпизод. Я не помню уже, как это делается. У меня всегда с этим дерьмом проблемы. Использую ID и левую клавишу мыши, чтобы... Блин! О! О, как сразу получается! Так, сейчас, сейчас. Ну! Ну что ж ты! Ну, зараза! Ну, можно поменьше было этого дерьма-то, а? Как? Вот как? Что не так, я не могу понять. Вот я нажал левую клавишу мыши. Теперь... Давай. Еще немножко. О! Сейчас. В... А, Д. Я нажимаю А, Д. Какого черта, блин? Ну-ка, потихоньку, потихоньку. Не, не, не в ту сторону. Во, вот в эту, вот в эту сторону. Когда оно... Искрится, блин! Вот оно начинает искриться. А, нажми Space, чтобы автофок... А что, всегда можно было так сделать? Я не понял. И в прошлых эпизодах. Или они только сейчас догадались, что? По-разному. Что, блин? Что, блин? The angle highlights... Погоди. Он говорит о каких-то, наверное, фотографических терминах. Типа, под этим углом видна твоя красота. Может, что-то... А, я понял. Он говорит, под этим углом, ты видишь, какая ты охеренная? Модель соснятая под таким углом, она часто открыта и честна. Никакого позирования, никакой нечестности. Просто чистая... Чистая красота. О, Господи. Смотри на это идеальное лицо. Джефферсон, ты когда руки с кремом смазывать начнешь, ты хоть в другую комнату, блин, уйди. Стоять! Сидеть! Лежать! Блин, не, не, не... Но он, как бы, сказал stay, это в буквальном переводе стоять. Сидеть, лежать, висеть. Все слова перебрал какие-то. Короче, очень строгий фотограф, мне кажется. Я под таком нахожу. Макс, ты засрала мой снимок! Пожалуйста, не волнуйся. У нас есть все время в мире. Пока что. Я знал, что ты особенная впервые, как увидел твое селфи. Да. Я по-прежнему ненавижу это слово. Я тоже, чувак. В этом мы с тобой солидарны. Но я обожаю пюрити твоего образа. Твои фотографии, короче. Чистоту, прелесть твоей фотографии. Не то, что у Рэйчел, которая всегда смотрела не туда. Бедная Рэйчел. Погоди. Попробуй под этим углом. Так, слышишь, ты ноги так широко не расставляй. Бабуин, под этим углом он попробует. Я сейчас тепло... Не двигаться! Это просто жесть. Это сраный Джеймс Кэмерон, который прибивает мобильники актеров к стене. Гвоздодером отдыхает по сравнению со строгостью этого мудака. О, намного лучше. Спасибо, Макс. Если только Нейтан мог видеть все это, он старался так сильно, но... Ты не можешь просто... А, я понял. Он старался так сильно, но ты не можешь просто раскидать каких-то предметов и ожидать из этого стиля. Эээ. Ну, глаз око за око и око мое будет гораздо круче, как эта элитная семья Экспорт догадается. И Аркадия Бэй тоже. О, так это ты торнадо насылаешь? Отлично, хорошо. Эти глаза. Чувак, меня сейчас жутко будет. Перестань, блядь, таким тоном говорить, я прошу. Плю ему в рожи. Просто, блин, плохо вот, что ты такая любопытная, но в этой комнате ты под наблюдением 24 часа в сутки. Так что... Так что... Мне пришлось тебе там смс от телефона Нейтана, и все в порядке. Тебе надо сфокусироваться на домашнем задании, а не на частном. Детективном расследовании со своим другом. Клоя? Клоя, да. Да, мне жаль, что я убил... Что, Нейтан убил ее во время самозащиты? Ну, у нее была проблемная... Проблемная история, как и у многих... В Аркадии Бэй. Никто не удивится, и не будет... Всем будет плевать. Хотя, я обещаю, что людям не будет плевать, когда ты умрешь сегодня, Нейтан. Я ведь мне врал, когда сказал, что есть талант. Талант умирать? Ладно. Вот это выглядит отлично. Может, еще немного близких снимков? Как ты задолбал. Макс, да пожалуйста, не двигайся ты так. Мне нужно, чтобы ты позировала и снималась, по-моему. Может, новая доза тебя успокоит? Не, 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 не. И так зеленые черти, блядь, бегают с елдаками перед глазами. Теперь не двигайся, и это будет очень больно. Ого. Почти послышал. Тупая сука! Ты не слышишь, да? Вообще, ты никогда особо не слушаешь, когда я говорю на урок. Если бы ты слушал, то ты бы могла предугадать всю эту хрень. Твою мать, ты боец. Я на тебя глаз положил и заметил, что ты... Более бесстрашно на этой неделе, чем за всю свою жизнь. Какой-то психоаналитик глубокий. Помнишь мое правило номер один? Всегда снимай. Всегда снимай. Господи, какой ты дебил. А если, я не знаю, у кого-то автокатастрофа, там, жена склонилась над мертвым мужем, мне тоже в это подходить и снимать? Вот это идеальный папарацци получился без стыда и совести вообще, Джефферсон. То есть, то, что мы изменили, это мы, получается... Какого хрена? Получается, разлили его наркотик, да? Вот это вот все изменение какое-то. О, Господи. Я не могу поверить, что это произошло. Такой триндец. Получается, теперь мы не под воздействием наркоты, да? А, и Виктория не под воздействием наркоты. Смотри, никого ему не удалось уколоть. Потому что я все это дерьмо разлил. Смотреть. Ну, давай смотреть. О! Я определенно... Я определенно гораздо более... Проснутая... Проснутая на этой фотографии. Может, попробовать еще раз. Что это? Может, сработать. Пожалуйста, сработ... Ой, да пошли в Эпп... Спейс. Спейс же, да? Ну, было написано же Спейс. Опять. Давай, и Спейс для автофокуса. Но! Ну, зачем? Ну, сколько... Так вся игра пройдет. Весь пятый эпизод мы будем фотку за фоткой. Так, оклемываться от наркоты. Потом в самом конце... О, я больше не под кайфом. Потом он придет и... Простреть мне башку, наверное. Давай, ну. Ну, давай, ну. Ну, давай. Ну, давай. Ну, что ж ты делаешь? О! Ну, сейчас ничего. Сейчас пойдет Спейс. Я уверен, я промучаюсь в достаточное время. Мне будет написано, нажми Спейс для автофокуса. Разработчики уже должны были понять, что я криворукий дятел. Пока не найдешь сладкую точечку, написанную буквально. О! Пожалуйста. Вот это, вот это мне нравится. Прямо... Прямо на ее бабочке... Бабочковую грудь. Кстати, у нее бабочка там. Бабочка изображена на платье. Была же бабочка в самом начале игры, я помню. У меня тут просто охренительные фотки, Макс. Да, Виктория бы убила, если бы хотела подстать на твоем месте, но... Она не понимает... Или... Наши связи. Какой связи ты? Извращение. Ты победитель, Макс. Я выбрал тебя, твой портрет. Пошел нахер. Ты слишком перестаралась. Я знаю, что ты напуган. У тебя был такой же взгляд, когда ты сюда поднялась. Несмотря на страх, ты понимаешь, что происходит. Мистер Джейсон, Джефферсон, зачем вы это делаете? Джефферсон, я так рад, что ты задала этот вопрос. Проще говоря, я одержим с идеей снимать моменты невинности, которые включаются в коррупцию, что? А, этот сдвиг от темного к белому и серому. Большинство моделей циничные. Они теряют эту наивность. Так или иначе, некоторые студенты Блэквелла носят свою одежду и оптимизм с ними как-то вроде ауры. И эти некоторые, некоторые удачливые, прям чертовски удачливые. Девчонки, станут с моими моделями. Моими предметами исследований. Да ты психопат! И это твоя последняя сессия. Ну, слушай, какие громкие слова. Что-то по-французски пизданул, я не понял. Я все понимаю, никто не понимает, что там происходит сейчас. Если ты можешь видеть, я спящая красавица здесь. А она слишком жескать для моих мягких линз. У меня всяких этих шлюх и так достаточно чего-то там. Так, ты убил Хлои, пошел к черту. Ну, давай скажем, что он убил Хлои. А что он убил Хлои? Ты убил моего лучшего друга. У него было заряженное оружие. Это была самозащита. Это вот, что происходит, когда вы играете с пушкой. Или пытаетесь меня наебать. Лучше, когда они не знают. Как в случае с милой Кейт. И мягкой Кейт. А ну-ка, художники не убивают. Давай-ка, проверь. Художники не доводят детей до самоубийства ради сраной музы. Ты научил Нейтана спаивать наркотой Кейт, чтобы и снимать ее фотки, поэтому она напугалась. Из-за чего мне и грустно, Макс. Мне будет ее не хватать. А, ну тогда все, я тебя прощаю. У нее был такой сильный дух. Было очень неудовлетворительно ее сломить. Ты с этим так просто не уйдешь. Я хочу, чтобы ты это знал. Очень жаль, что ты уже призналась насчет Нейтана в кабинете директора. Спасибо, что подставила его ради меня. Я представляю себе, какой бы то херенный скандал, когда эта элитная семейка узнает, какую офигенную домашнюю работу выполнял их сын. Ты использовал Нейтана, он такой же больной, как и ты. Вот это, кстати, действительно так. Давай скажем, ты использовал Нейтана. Я предпочитаю термин «сманипулировал». Как с этой фоткой. Нейтаном легко вращать туда-обратно. Я стал для него чем-то типа отца. Это часто происходит в отношениях учителя-студента. Это было довольно трогательно какое-то время. Ты ему все рассказал насчет твоих планов касательно Блэквилла? Ой, не глупи, Макс. Я сказал им то, что ему нужно было услышать. Взамен я... Я получил доступ к прескотскому... Ну, наследию, что ли? Кто, ты думаешь, заплатил за эту темную комнату? А, и оборудование. Они ему бабла дали? И как еще я бы мог бы эти хеленные наркотики получить? Рэйчел Эмбер была твоей жертвой, не твоим предметом интереса. Исследовать. О, Рэйчел Эмбер. Это реальная трагедия. Да у тебя все трагедия. Кейт трагедия, это трагедия. Нейтан подумал, что он может быть таким же артистом, как я. Вместо этого он захерачил ей передоз. А почему Рэйчел? У меня нет времени тебе все рассказывать. Да ладно, мы пиздим уже, я не знаю, 15 минут. Уже давно можно было убить. Но она была особенной. Хамелеон воплощений, человек. Так много визуальных возможностей. У нас была реальная связь. У тебя со всеми связь, я смотрю. У тебя со всеми связь, все у тебя особенные. Ты вообще просто такой прям восторженный мальчик. Значит, она позволила тебе снять фотки? Рэйчел была в меня влюблена. Это не мое эго. Просто смотри на наши сессии. Никто не любил так сниматься, как она. В общем, она мертва, но не плачь, Лос-Анджелес. Все равно бы ее убил. Так что смотри на это как нахал Жень. Ты зло. О, я вижу. А ты с твоими дружками чуть не избили Нейтана до смерти. Так что все мы не идеально. Да и меня больше волнует, Нейтан, чем тебя. Нет, не волнуй. Просто очень жаль, что он влюбился в Рэйчел. Он вообще думал, что я сможет сымитировать то, что я делаю с Рэйчел. Как и отец, но не как сын. Где Нейтан сейчас? Мертвый закоп. После того, что он сделал с Рэйчел, я... понял, что не могу больше его держать в качестве протежи. Теперь полиция никогда не найдет его тела. Поняла, Макс? Я не могу делить компромисс своего видения с любителями. Да ты любитель и есть. Да посмотри на список смертей, которые ты за собой ставил. Ты все это не сможешь свалить на Нейтана. Мне плевать, что ты со мной сделаешь. Ты сдохнешь, пидарас. За Хлои и Рэйчел. И за всех остальных. Нихрена себе нравится. Мне нравится твой сил духа, Макс, но... Ты пришла сюда. Следуя своему собственному выбору. Так или иначе, мне нравится, когда мои модели визуализированы, они услышаны. Поэтому... От тебя ничего сейчас, короче, не останется. Ладно. Теперь поглядим, как эти снимки выйдут. Я понимаю, почему твоя камера такая. Тебе не нужен компьютер, чтобы распечатать свою работу. Так, мы что-то можем делать. Опять с этой стойкой. Виктория? Где Виктория? О, лук! Давай лук. У меня все эти фотки в дневнике. Это, может быть, выход. Так, погоди. Какие фотки у меня там? Так, эпизод, эпизод, эпизод. Что бы? Чего? А че мне надо что-то тут клацать в дневнике? А ну, сейчас. О! Охренеть. И как... И в чем... И в чем, собственно... А как она... Дневник-то открыла, если она там привязанная, понятно. Подождите! Постойте, мистер Джефферсон. Точно, надо с ним еще раз заговорить. Я бы хотел поговорить, но... Мне реально нужно проверить, как там эти картинки. Особенно, пока они свежи в моей голове. Я думаю, о нашей сессии. Какой карьерный рост для меня. Да, где-то в тюрьме. Покажите мне фотки. Че ты собираешься делать? Мой дневник. Ну-ка, давай. У вас... У вас... У вас по-прежнему мой дневник. Да не переживай. Никто его не будет читать. Спасибо, что напомнила. Нет ничего более невинного, чем дневник подростка. О, смотри на свои селфи. Какая трата таланта. Вот посмотри на этот снимок, Макс. Ты можешь настолько лучше. Спасибо, Джефферсон, но ты дебил. Ты просто сейчас себе смертный приговор подписал. Давай. Будем сейчас снимать, насмотреть на этот снимок. Опять. В который, блин, раз. Давай, спейс скип. Пропустили всю эту хрень. Фотография. Давай. Блин. Ох. Шо ж это такое, а? Шо ж мы все никак не угомонимся. Ну, давай. О! Оба! Может, у меня даже по-честному это сейчас получится. Я не знаю. Я вот нажимаю В, А, Д эти долбанные клавиши. Оно вообще ни хрена не действует. Я знаю. Не надо мне это писать. Ну-ка. Может, вот так? Я не знаю, чё я нажимаю. Чё-то нажимаю. О! Не, стоп, стоп, стоп. Да, пробел уже давайте, блин. Где там пробел? Где возможность нажать на пробел и автоматически это закончить? Серьезно. Да! Наконец-то. Короче, в этот момент просто можно пить чай и не палиться. Шо-шо-шо-шо-шо. Я могу любого из вас снять в темном углу и заснять в момент отчаяния. Да, это ты умеешь. Тихо-тихо. Кажется, Макс снимает то, что вы детишки называете селфи. Я вернулась. Вернулась туда, где начала эту безумную неделю. Больше никто никогда не повредит Клоу. Конечно, как вы все знаете, фотопортрет был популярен среди такого-то года. Ваше поколение не использовало фотки для селфи-самовыражения. Извините, не смогут от этого стоять. Моя фотография долго была вокруг. Короче, это в первом эпизоде есть в переводе. Класс, уж ты захватил нас интересы. Можешь ли ты рассказать нам имя о том процессе, который дал рождение первому селф-портрету? Даггерский процесс. Я до сих пор помню эту херню, да. Давай. Даггерский процесс. О. Ну. Это было легко, Макс. Правда? Ну ладно. Какая она умная, сучка. Ну ладно. Даггерский процесс. Ой, короче, мне насрать. Там идет теория фотографии, и я все в рот имел. Ты можешь выучить, что-то, части какие-то. Очевидно. Ни хрена не очевидно. Макс читала. Слушай, что ты ко мне пристал? Очевидно, Макс читала. Пора менять время. Пришло время менять время. Вот так, заколомбурил. Давай, реально, легко поймаем Мэр. Тейлор, не прячься. Да, Макс. Я вижу, ты притворяешься, что меня не видишь. Ублюдок. Да уж, не вижу я тебя. Я тебя вижу очень хорошо, козел. Чего она сказала? Джефферсон и Даркрум? Погоди, а мне что-то надо с этим всем делать? Смотри. Дневник буквально спас мою жизнь. Вот так, оказывается, вести дневник, это неплохая идея. Может, я попробую? Хотя, что я в нем буду писать? Вот реально. Если я дневник заведу, что я буду писать? Пришел на работу, пришел с работы, снял летсплей. Пришел на работу, пришел с работы, снял летсплей. Это вот самый интересный вообще дневник. Из всех дневников. Может, мы уйдем отсюда? Ну-ка, давай-ка, поищем, чего у нас в сумке. Мне нужно бы отследить номер Дэвида из этой брошюрки. Так, Марк Джефферсон. Ой, блин, да пошло оно, короче. Нашла. Так, где там? Дэвид Мэтсон, 555-630-8243. Я очень надеюсь, что мне не придется вручную это вводить. Селфон. Уорн Дэвид. Хоть раз, Дэвид. Единственный раз, Дэвид, я умоляю тебя, я отреагирую как можно жестче. Как на то, что я напишу. Мистер Джефферсон, вы ищете... Мистер Мэтсон, вы следите за Эмбер. Короче, блин, Марк... Она обвиняет Джефферсон. Она говорит, что Марк Джефферсон, она держит ее на ферме Прескотов. Ты знаешь локацию, он больной и опасный. Останови его. Хотел, чтобы я поучаствовала в конкурсе? Мудил. Так что, может, я и поеду в Сан-Франциско. А Джефферсон... Сядешь в тюрьму. Прошлое в прошлом. Я себя слишком подталкиваю? Я слишком издеваюсь над своим организмом? Неважно, что произошло со мной. Мне нужно спасти Хлои. Я вот думаю, может, мне подойти и извиниться перед Кейт, потому что она у меня немножечко сдохла, когда я там играл. А, тут на стрелочке управления. Черт, я уже и забыл про это. Так, искать. Ну-ка, давай. Виктория. Приятно знать, как ты на самом деле себя чувствуешь. Черт, мой телефон разрядился и мне скучно. Пора что-то... Ноузи. Май... Май ноузи. Пора встряхнуться, наверное. Чему я ни слова для фотографии не сделала? Потому что я отстой. Но Марк Джефферсон рулит. А почему я не дала фотографию? Почему я не сказала, что у меня есть фотография? Каждый здесь любит его, но... Единственное, о чем он волнует, это Макс Колфилд. Я бы хотел ее ненавидеть, но ей будут наплевать. Зависть это грех, Виктория. Возьми себя в руки. Так. Да, можно было, в принципе... Таблет. Что значит таблет? А, планшет? Я бы рад... Я рада что-то исправить, чтобы у тебя была эта клевая камера или что-то. Короче, я на камеру пусть купить. Смотрим. О, Рэйчел. Мне жаль. Рэйчел Эмбер влюблена навсегда. Так, ты это, прости, конечно. Комфорт. Давай я тебе комфорт устрою. Кейт. Что там немножко из-за меня подохла, я нечаянно. О, эй, Макс. Кейт. Кейт, послушай меня. Я есть. Я помню, что ты не одна. Я тебя прикрою, неважно, что бы ни произошло. Как и все остальные. Мы все здесь, мы все ради тебя. Ты должна это знать. Макс. Мне впервые так легко за всю эту неделю. Я не знаю, что сказать. Все в порядке, я тоже не знаю. Может, мы могли бы обе обняться? Не-не-не-не-не. Спасибо. Ты всегда знаешь, как поступить правильно. Ну вот, собственно, и не так уж важно, что я ее... Немножечко тогда убил. Своим бездействием. Так. Мистер Джефферсон. Дать фото. Мистер Джефферсон? Надо поговорить. А ты видишь, что я разговариваю с Джефферсоном? Да, я вижу. Может, тебе не стоит. И почему это? Погоди-ка, Виктория. Ты в порядке, Макс? Буду, когда Виктория поймет, что... Постировать... Постить видео людей... Это жестоко и несправедливо. Ты достаточно умна, чтобы знать, что легко кого-то уничтожить, разрушить его жизнь, обидеть. Я просто хочу, чтобы ты подумала о том, как бы тебе было плохо, если кто-то сделал это с тобой. Всегда можно поступить правильно. Я знаю, у тебя доброе сердце, я это видел. Слушай, я... Че-то... Тебе не надо ничего объяснять. Нет причин для тебя быть... быть настолько незащищенной, чтобы не радоваться своему таланту. Не лучше ли было бы вдохновлять людей? Ладно, я не самим поймать, что ты сейчас вообще городишь, но... Да, мистер Джей? Ой, я думаю, мне стоит держаться подальше от этого, Виктория. Ну, тогда, кажется, я закончила разговор. Ну и замечательно. Пошла отсюда, короче. Вали, вали. Верти к ласту в другую сторону. Это было как-то странно, Макс. Че ты имел в виду? Вот моя фотография для соревнований. Герой дня. Или как там? О, это было легко. Нет, это было совсем не легко. Ну, я... Я не могу судить заранее, но я очень несчастлив, что ты приняла решение участвовать. Это для меня многое значит. Для Блэквелла. Первый шаг для любого артиста это выставить себя и свое творение в мир, без страха. Виновность. Ой, не виновность. Или виновность. Спасибо за фото. Короче, он сказал, что выставить себя без страха, искренне. И она сказала, или с чувством вины. Он такой, спасибо за фото и, может быть... Может, оба из нас отправятся в пятницу в Сан-Франциско. Или, может, только один из нас. Ой, не будь такой скромный, Макс. Все может произойти из-за недели. И вы это скоро узнаете, Мистер Джефферсон. Мистер Джефферсон, тебя вообще не смущает вот этот диалог весь как бы? Я на том месте насторожился, Мистер Джефферсон. Так. Ага. Хорошо. То есть, что вместо этого? Короче говоря, все, что было наиграно, все прозрано, я так понимаю, да? Ничего не будет из того, что мы делали. А вот это как понять? А, ну да, да, они вломятся сейчас ко всем этим мудакам. Да! Вот, вот, вот это правильно. Вот это правильно. Многое что произойдет за неделю, да, Мистер Джефферсон? Смотри, как до хрена всего произошло. Это кого откопали? Это кого сейчас откопали? Это Рэйчел откопали? Или это откопали Нейтана Прескотта? Победила! Макс победила. Да, это же такая потрясающая фотография, господи. Она спиной стоит к фотографиям. Фотографу лицом к каким-то фотографиям. Это высокое искусство, да. Да. И я так понял, это будет происходить еще где-то час-двадцать минут до конца этого эпизода. А то и часа два, два с половиной. Нет, не будет. Все, слава богу. Воу. Так а что ж теперь делать-то, если мы столько уже делов наворотили? Итак, мы на самолете. Летим. В самолете. Ладно, все в порядке, Макс. Ты в безопасности, на самолете. Не в безопасности. Он, чувак, на Джефферсона похож, только рыжий. Это как-то меня настораживает. Надеюсь, в этот раз я все сделала правильно. Да, главное, чтобы Хлоя теперь без рук не осталась каким-то хреном. А то она умудряется постоянно. Местный учитель арестован. Хорошая работа, Дэвид. Да, напиши ему. Хорошая работа, Дэвид. Твою мать, вот это ты рулишь, Макс. Я так тобой горжусь. Хлоя, ты жива. Ох, ты жива. Да, сейчас мы приедем, окажется, что у нее одна голова. Она подсоединена трубочками, там, к каким-то установкам. Я это сделал, я все исправил. Ваузер. Какой я молодец, типа. Тогда еще Хлою не видела. Погоди, сейчас посмотрим, как она вообще там. С печенью, с руками, с желудком, с ногами, со всеми делами. Надо удостовериться. Я бы так сразу бы не радовался. О, экран, да. Давай посмотрим вон там. О, не видела... Сто лет не видела хот-дог-мена. Мы с Хлоей постоянно играли с него и смотрели видео, когда были невинны. О, это было, наверное, давно. Вы с Хлоей, ух, такие штучки, давно вы были невинны. Так странно быть между реальностей. Все настолько не в фокусе и на расстоянии. Ну, все на расстоянии не в фокусе, потому что ты летишь. Блин, ты летишь там. Смотреть особо не на что, не на чем фокусироваться, а расстояние до земли очень большое. Смотреть. Должна признать, мне приятно, что меня называют артистом. Итак, галерея Духа Времени представляет. Герои каждого... Герои дня. Дисплей, что-то... Ну, понятно так, тут ничего особенного нет. Использовать экран. Ну-ка, давай, посмотрим какую-нибудь киношку, если у вас. Мы почти в Сан-Франциско. Я так волнуюсь, но в то же время настолько волнуюсь. Блин, у меня... У меня стресс, но в то же время я воодушевлена. Вот так. Начало-конца для Джефферсона и Прескоттов. Двухлунный ужин. Эмит, All the Environmental Chaos in Arcadia Bay. Короче, несмотря на все эти... На весь этот хаос в окружающей среде Аркадии Bay, такой как снегопад и киты на пляже, некоторые видели две луны прошлой ночью в 8 часов вечера. Свидетели говорили, что двойная луна была чистой в ночном небе, пока ее не вскрыли облака после... Незадолго после возникновения. Никакого мобильного или видео... Никакой мобильной или видеосъемки зафиксировано не было. После чего метеорологи, местные... Местные метеорологи... Метеорологи считают, что... Короче говоря, Imaginations, воображение, что-то, наверное... Recent... Да, это воображение у людей, связанное с недавними экологическими катастрофами. Короче, не верят они, нихрена. Blackwell Security. Охранная система Blackwell. Охранники Blackwell нашли бункер и... Закатили скандал по этому поводу. Так, на основе многих некоторых улик от Дэвида Мэтсона, полицейские офицеры во вторник нашли подземную лабораторию, вот, сраную проявочную комнату, которую использовал учитель Марк Джефферсон и студент Нейтан Прескотт, чтобы накачивать наркотиками, похищать, фотографировать молодых девочек. В то же время, никакого физического насилия на жертвах не было обнаружено. Так, 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 но все равно, естественно, несмотря на это, шок в Аркадии Бэй был конкретный. Даже Шон Прескотт, наиболее мощный бизнесмен вокруг, находится под воздействием, находится под расследованием касательно его роли в качестве владельца фермы, под которой, собственно, и была обнаружена эта странная студия. Продолжаем на следующей странице. Не надо, хватит, я и так замучился. Пожалуйста, пристегните и выкиньте, выкиньте, выключите все электрические предметы, мы приземляемся, спасибо. Приземлимся через несколько минут, прекрасный день в Сан-Франциско, чистое небо, клево, 60 градусов по Фаренгейту, мы надеемся, вам нравится ваша поездка, мы благодарим вас очень сильно за то, что используете наши Венис. О, я так не думаю. Надеюсь, эти сидения уменьшатся, чтобы мне вообще больше никогда не пришлось летать. Короче, чувак не в восторге от того, что он улетает. Ну-ка, давай с ним поговорим. Как спалось? Ой, надеюсь, я не храпел, Макс. Только чуть-чуть. Да нет, ты не храпел, только орал. Не вешайте меня, куколкс-клан, не вешайте меня. Это была тяжелая неделя в Блэквилле, надеюсь, у меня простишь. Касательно этих Джефферсонов и Прескотов, все довольно быстро пошло. Я все понимаю, принципы, принципы, директора. Это умный способ просить меня прекратить ныть. Я горжусь тем, как ты представила Блэквилл в этом конкурсе. Я знаю, я не тот, кого ты хотел видеть рядом с собой в Сан-Франциско, но у нас тут будет отличный опыт. У меня уже, хотя мы еще там и нет, я уже и пережила отличный опыт. Короче. Такое ощущение, что ты ему отстрочила в сортире в самолете, честное слово. Что ты такое говоришь? Какой опыт? Какой опыт? Черт, кровотечение, Макс. Да ты не просто фигней страдаешь, перемещаешься во времени. Ну да, она не просто перемещается, она еще, по-моему, гробит свой головной мозг, мне кажется, или что-то в этом роде. Так, это что должно сейчас означать? Опять куда-то отбросил? А, ее теперь будет рандомно отбрасывать во всякие места злачные? А, это мы уже в конкурс, отлично, уже в конкурс. Так. Хорошо. Пусть так. А где там моя-то фотография? Христы. Ни хрена себе. Вот это да, вот это... Не, ну, прям смотрел бы и смотрел. Христы, рука какая-то с бокалом. Это очень-очень интересно. Высочайшие материи, мать их. Боже мой. Боже мой. Какая прелесть. Ну, это как бы был сарказм. Я вообще не понимаю этого дерева, честное слово. Сан-Франциско настолько крут. А эта галерея гигантская. Как и буфет. И как и мой член, я же негр. Ха-ха. О, боже, какой кошмар. Что-то про еду, скажем. Знаете, я не могу есть икру. Это твой день, Макс. Можешь делать что хочешь. Надеюсь, ты воспользуешься своим статусом и поговоришь со столькими влиятельными людьми, со сколькими только можно. Ой, не знаю, я чувствую себя так странно. Я как маленький ребенок, который тусит со взрослыми. Макс, после этой недели ты определенно уже не маленький ребенок. Ну, вообще-то ты... Тебя почтили твои пирсы. И ты взрослая. И теперь тебе стоит вести себя как фотограф, в котором ты хочешь стать. Я когда-то хотел быть главой большой школы, так что я начал... Еще в молодости обо всем заботиться. Спроси моих несчастных. Одноклассников. Макс, я поем то икорки, если не будешь. Ты знаешь, я не всегда здесь буду для того, чтобы быть главным. Но ты можешь поговорить со мной, когда захочешь. Давай, Макс. После всего произошедшего. Это должно быть наименее страшное, что ты когда-либо делала. Ну, вообще-то да. Мне кажется, сейчас ей вообще должно быть так, пофиг. Потому что ее там пытались немножко убить. В прошлой серии. Ваузер, Макс, ты это сделала. Каким-то образом. Я попала из проявочной в эту галерею. Побывала в стольких реальностях за одну неделю. Жизнь странная. Ну, че ты так? Ну, скажи уже, Стрэндж. Ну, было бы здорово. Ладно. Вот в эту галерею мы уже погрузимся в следующей серии. Пока на этом закончим. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, вставляйте комментарии, ставьте лайк. Открывайте описание к этому видео. Там есть плейлист на Life и Стрэндж и многие другие игры. Ссылка на группу ВКонтакте. Вступайте в нее. И всем счастливо, всем удачи. Всем пока.